Всем привет! Вы хотя бы раз задумывались, как делают настоящий шоколад? Когда впервые появилась в продаже плитка шоколада и как делают шоколадные фигурки? Об этом мы расскажем прямо сейчас. История шоколада То, что для создания вкусного и всеми любимого шоколада нужны какао-бобы, знают практически все. Но когда появилось на свет это лакомство, лишь единицы. Несомненно, шоколад существует уже сотни лет, но в самом начале он был распространен лишь в небольших группах людей. Другими словами, в племенах, на территории которых росли эти самые бобы. Первые какао-бобы, которые Колумб привез в Европу, были ошибочно приняты за козий помет и выброшены за борт. К слову, происходило это во второй половине 1400 года. Из-за такого инцидента Европа еще долго не знала о какао-бабах и настоящем шоколаде. Подробностей, как в итоге шоколад появился на территории Европы, нам отыскать не удалось. Но год, когда первая плитка шоколада поступила в продажу, мы знаем. В 1879 году, после восьми лет экспериментов, швейцарец Даниэль Петер впервые выпустил на рынок твердый молочный шоколад. В том же году изобретатель Рудольф Линдт из Берна, сделав оригинальное устройство, стал заниматься производством шоколада Фондат, который таял во рту. С того момента по всей планете Земля, то там, то тут, начали производить шоколад. Но одним из лидеров в производстве качественного настоящего шоколада была и до сих пор остается Швейцария. Какао-бобы Какао-деревья произрастают в экваториальной части земного шара. На стволе какао-дерева в течение 5-6 месяцев созревают плоды какао. Внутри плода находятся какао-бобы в количестве от 30 до 50 штук, окруженные какао-пульпой. Созревшие плоды какао собирают, вскрывают, а содержимое какао-бобы и пульпы, бело-сладко-кислая масса, окружающая какао-бобы, помещают в деревянные ящики на 5-7 дней. В период ферментации происходят очень важные биохимические процессы, как внутри какао-боба, так и снаружи, которые влияют на формирование вкуса и аромата какао-бобо. Для проверки качества ферментации используют специальный прибор – гильотину. После ферментации еще влажные какао-бобы рассыпают тонким слоем на специальных открытых площадках, хорошо освещенных солнечным светом. Происходит естественная сушка. В сезон дождей какао-бобы сушат под навесом нагретым воздухом. Длительность сушки тоже около недели. Высушенные какао-бобы собирают в мешки и перевозят, чаще всего на специализированные предприятия, которые собирают, укрупняют партию бобов от различных фермеров и кооперативов. На этих предприятиях какао-бобы доводят до экспортного качества, досушивают, предварительно очищая от крупного мусора и хранят в маркированных мешках на хорошо проветриваемых складах. Затем продукция попадает на производство, фабрики, мелкие предприятия, где уже будет проходить процесс термообработки. Производство шоколада Какао-бобы обжаривают в потоке горячего воздуха при температуре от 105 до 145 градусов по Цельсию. Ароматические неординарные какао-бобы высшего качества подвергают более низкой температурной обработке – от 105 до 120 градусов по Цельсию, чем ординарные африканские какао-бобы, которые обжариваются при более высоких температурах от 120 до 145 градусов по Цельсию. На окончательный вкус и аромат шоколада температурой время жарки оказывает сильное влияние. При таких высоких температурах происходит стерилизация какао-бобов. На следующем этапе бобы какао дробят и отвеивают какао-веллу – это тонкая шелуха какао-боба. Остается только какао-крупка – чистая какао. Именно какао-крупка является самым главным ингредиентом в производстве шоколада. Какао-крупка содержит какао-масло от 48 до 55% в зависимости от вида и сорта бобов. Шоколад бывает горький с содержанием какао от 55 до 100%. Молочный шоколад обычно с содержанием какао от 30 до 45%. Ремесленный молочный шоколад с содержанием какао более 50% и шоколад с добавками. Для производства горького шоколада достаточно всего два компонента – какао-крупка и сахар. Получается, что продавать молочный шоколад выгоднее всего, потому что содержание шоколада в нем минимальное. Состав современного шоколада требует отдельного внимания. Итак, основных компонентов в классическом шоколаде 5 – масло какао, какао тертое, ваниль, сахар и сухое молоко. Иногда с сотой долей присутствует соевый лицетин как связующее звено для всех пяти компонентов. Если в шоколаде много ингредиентов, будьте начеку. Скорее всего, производитель заменил два самых важных и дорогостоящих – масло какао и тертое какао. Масло какао обычно заменяют на пальмовое. Оно дешевле, но вместе с тем вреднее. В сочетании с сахаром образуют холестериновые бляшки. А какао тертое заменяется на перетертую шелуху. Из-за того, что она не имеет нужного цвета и вкуса, в догонку добавляются красители и усилители. Важная деталь – срок годности. Настоящий шоколад не может храниться больше шести месяцев. Если шоколад с начинкой, то срок хранения еще меньше – два месяца. Шоколадные фигурки и конфеты Наверняка многие часто думали, почему шоколадные фигурки полые внутри. Все очень просто. Это сделано для того, чтобы форма быстрее застыла, ну и для удобства употребления. Это не экономия и не уловка. Фигурку, заполненную шоколадом, полностью очень трудно есть. Для изготовления шоколадных фигурок используются специальные формы, которые заливаются шоколадом. Затем лишнее сливается и отправляется на сушку. Для изготовления шоколадных конфет тоже используют формы. Для начала шоколад растапливают и с помощью шпателя охлаждают на мраморной поверхности до нужной температуры. Он должен быть текучим, в то же время не сильно горячим. Затем его выливают на формы, где аккуратно распределяют. Остается лишь охладить шоколад и готово. Интересные факты Индейцы майя первыми начали готовить какао-бобы. Они растирали их на камнях, добавляли воду и полученный напиток называли чоколатль. Ацтеки верили в чудесные свойства какао-масла и употребляли его для потенции. Сохранилась легенда об одном вожде, который имел 200 жен. И выпивая несколько кубков этого напитка, мог обойти за ночь каждую. Один школьник подсчитал, что для этого ему нужно было уделять не более трех минут внимания каждой. В Европе же какао-напиток был долгое время непопулярный. Тогда один из производителей пошел на безумный рекламный ход. Голландский фармацевт заплатил осужденному на смертную казнь через повешение. И тут за минуту до предсмертных конвульсий закричал «Пейте какао вангутена». Как сработал такой рекламный ход, неизвестно. Но как минимум можем быть уверены, что внимание на какао-напиток точно обратили. Пишите в комментариях, было ли вам интересно эта тема. А мы с вами ненадолго прощаемся.